Я всегда с нетерпением жду, когда на моем участке появится первая молодая крапива. Вот посмотрите на нее. Она очень маленькая, коротенькая, и листочки у нее довольно нежные. Но во всяком случае они далеко не такие жгучие, как у привычной взрослой крапивы. Вот видите, я даже без перчаток ее трогаю, ничего страшного. Вот именно такая крапива, молодая и нежная, нужна нам для приготовления постного салата. И если вы все еще сомневаетесь в пользе крапивы, то я добавлю, что кальция в ней в 7 раз больше, чем в яблоках, и в 2 раза больше, чем в лимонах. По содержанию каротина она превосходит морковь. А кроме того, содержит еще цинк, железо, медь и другие витамины и микроэлементы. Еще в процессе приготовления салата крапива уже может приносить нам пользу. Особенно тем, у кого какие-то проблемы с суставами, например, артрит или артроз. Вот я, например, недавно поработала на своем огороде, и у меня вспухли суставы пальцев. Поэтому я разбираю сейчас крапиву голыми руками. Я отделяю листочки от стебельков, потому что на салат нам нужны именно листочки. Сильного жжения я сейчас не ощущаю. Это небольшие покалывания, скорее похожи на сеансы электрофореза, если вы когда-то их посещали. Вот примерно такие же ощущения. Зато польза для суставов здесь огромная. И я хочу напомнить, что в прежние времена, когда еще не было антибиотиков, не было сильных препаратов, то народ лечился вот таким вот способом. То есть просто брали молодую крапиву и нажаливали именно больные места, прикладывая их именно к своим распухшим суставам. И это очень помогало. Подготовленные листья нужно промыть под проточной водой, после чего мы их слегка отварим. Ну а ладошки у меня уже горят, пощипывают, значит я их хорошо нажалила, прогрела, и уже завтра воспаление у меня уменьшится, и суставы станут более подвижными. Чтобы сохранить витамин С, которым так богата крапива, нам нужно сократить термическую обработку. Мы доводим воду в кастрюле до кипения и отправляем туда наши промытые листочки. Засекаем время. Крапива должна находиться в кипятке не больше 3-4 минут. После чего откидываем на дуршлаг. Вот, кстати, посмотрите, какой у нас получается красивый, насыщенный отвар. Ни в коем случае его не выливайте, он нам очень понадобится, немного попозже. Кратковременная варка сохранила в листьях витамины, и в то же время они не расползлись, они остались упругими, и именно такие нам и нужны. Ведь мы готовим не пюре из крапивы, а салат. При очень высоком содержании витаминов крапива имеет низкую калорийность, и наесться салатом из одной крапивы практически невозможно. Рекомендуется сочетать ее с сезонными овощами, картошкой, морковью, свеклой. Одним словом, всем, что у вас найдется. К крапивному салату очень подходит сырный или сметанный соус, но мы его готовим на страстной неделе. Так что и приправа у нас сегодня будет тоже постная. Нам понадобятся толченые ядра грецких орехов, полстакана отвара, который остался после того, как мы сварили листья крапивы, и уксус. Я предпочитаю брать свой домашний винный уксус, но вы можете использовать также и обычный столовый 5% либо яблочный. Выливаем крапивный отвар в сотейник и ставим на плиту. Добавляем соли по вкусу, толченые орехи. Доводим до кипения, добавляем уксус и сразу же выключаем плиту. Соус из орехов и уксуса один из моих любимых. Несмотря на простоту приготовления, он имеет очень интересный вкус. И в салате с крапивой он просто незаменим. Сама по себе отварная крапива имеет довольно пресный вкус. И вот именно такой орехово-уксусный соус и придают ей необходимую кислинку. Приятного аппетита и до встречи на канале Лекарства с грядки!